Ребят, всем привет! Сегодня я покажу, как играть обычные аккорды. Это АМ, Ля минор, ДМ, Ре минор в стиле Александра Розенбаума. Я покажу это на песне Вальс Бастон. Давайте я просто продемонстрирую небольшой отрывок, а потом покажу, как играть эти аккорды в разных позициях на гитаре. Поехали! На ковре из жёлтых листьев в платьице простой. Или можно так? На ковре из жёлтых листьев в платьице простой. Дело в том, что эти аккорды называются проходящими. Они гораздо интереснее звучат, чем обычные стандартные Ля минор и Ре минор. Сейчас я покажу, как можно обыграть аккорд АМ в четырёх позициях на гитаре. Итак, давайте начнём с первой позиции. Вот у нас стандартный аккорд АМ, Ля минор. То есть сначала нужно проработать левую руку. То есть вот первый аккорд у нас Ля минор, дальше идёт АМ плюс 7. Смотрите, здесь мы зажимаем первый лад, вторая струна и первый лад, третья струна. А также на втором ладу зажимаем четвёртую струну. Вот, у нас это второй аккорд получается. То есть первый был вот такой, второй аккорд вот так вот. И потом мы просто открываем третью струну, убираем указательный палец. И возвращаемся затем на первый лад, третью струну, обратно. Если сыграть медленно, то получится так. Бас, вверх. То есть я подушечкой пальца провожу вверх. Делаю глушение. И опять вверх. Дальше можно оставаться на одном и том же басу, либо можно менять бас. То есть пятый, шестой, пятый, шестой. Либо четыре раза пятый. Или вот так вот. Так, давайте ещё раз рассмотрим в медленном темпе. Значит я играю бас, вверх, глушение. И опять вверх. Дальше я меняю аккорд и играю то же самое в правой руке, то что и до этого играл. Открываем указательный палец и возвращаемся на первый лад. Это у нас была первая позиция. Дальше мы можем то же самое сыграть вот в пятой позиции, если мы зажмём три пальца на пятом ладу. Здесь нужно быть аккуратными, потому что когда вы будете играть именно вот этот бой, вам нужно будет задевать только первые три струны. Здесь мы зажимаем, значит, три струны на пятом ладу. Играем пятый бас. То же самое, та же механика в правой руке у нас. Бас, удар вверх, глушение под трем нижним струнам и опять удар вверх. Дальше мы также можем менять бас пятый, шестой, пятый, шестой. Либо мы остаёмся на пятом басу. Здесь мы играем проходящие ноты на первой струне. То есть у нас аппликатура была вот такая. Потом у нас указательный палец смещается на четвёртый лад первой струны. Дальше мы его двигаем, получается, вот на третий лад и обратно на четвёртый. И у нас должно получиться вот так вот. Давайте то же самое рассмотрим в пятой позиции. Дальше мы зажимаем, значит, в пятой позиции полностью пятый лад. Это аккорд ля минор аэм в пятой позиции. Здесь мы зажимаем на седьмом ладу пятую, четвёртую. И мы, значит, двигаем, поднимаем мизинец и ставим второй палец на шестой лад четвёртой струны. Затем мы его поднимаем и обратно ставим на шестой лад. И звучит это так. И последний вариант, он используется реже. Это когда мы играем восьмой позиции, аккорд, как аккорд ДМ, только мы его переносим на восьмую позицию. Вот. Здесь мы играем, смотрите, значит, восьмой лад первая струна, девятый лад третья струна, десятый лад вторая струна. Здесь наша задача просто этот палец подвинуть на третий, на восьмой лад. Затем здесь взять малое баре, указательным пальцем две струны, первую и вторую на восьмом ладу. И обратно мы приходим на девятый лад второй струны. Вот. Значит, у нас четыре позиции. Первая, пятая, пятая с баре и восьмая. Теперь давайте рассмотрим на примере аккорда ДМ. Мы зажимаем стандартный аккорд ДМ, можете зажать либо четвертый, либо третий палец, как вам удобно. Затем просто мы двигаем этот палец, мы двигаем, то есть если третий, мы просто его двигаем на второй лад. Затем берем малое баре указательным пальцем, зажимаем первую и вторую, и обратно мы ставим вот этот третий палец на вторую струну второго лада. То есть раз, два, три, четыре. Можно взять мизинец. Если будете брать мизинец, то, соответственно, тогда третий палец у вас после мизинца пойдет на второй лад, второй струной. Затем мы берем малое баре, но если прям очень сложно взять малое баре, можно взять вот так вот. То есть мы берем средний палец, зажимаем первый лад, первая струна. Указательный первый лад, вторая струна И третий палец мы зажимаем на втором ладу на третьей струне Вот, можно так брать Ну, здесь больше движения, как бы, более энергозатратно Вот, поэтому рекомендую либо третий, либо мизинец поставить И просто вот перемещать на второй струне Мы перемещаем, получается, по полутонам То есть полутон это соседний лад Вот Еще раз, давайте еще раз Мизинец у нас находится на второй струне, либо третий палец Потом мы перемещаем, значит, третий палец на второй лад, вторую струну Берем малые баре и обратно приходим на второй лад, вторую струну И получается у нас так Следующая позиция, это пятая позиция Мы ставим лесенку Играем на первой струне пятый лад Шестой лад, вторая струна И седьмой лад, третья струна После лесенки мы ставим как АМ, только уже вот в этой позиции То есть у нас зажата на пятом ладу первая, на шестом ладу третья и вторая И потом мы зажимаем как аккорд Д, но только уже в пятой позиции То есть вот, раз, два, три И получается вот Вот так вот Когда мы играем ДМ То есть мы открываем вторую струну Не обязательно возвращаться назад на второй лад, вторую струну То есть мы можем сыграть либо так Либо открыть вторую струну То есть у нас получается зажата первый лад, первая струна, на втором ладу третья и вторая открытая Так тоже прикольно звучит То же самое можно проделать и здесь Вот так вот, да? Либо возврат идет на шестой лад, третью струну И дальше мы играем в десятой позиции Аппликатура у нас та же, что была и на аккорде АМ, только у нас аккорд был на АМ на пятом ладу А здесь у нас десятый лад идет Вот я сыграл На десятом ладу я зажимаю три струны Дальше указательный палец На девятом И он идет на восьмой И обратно на девятый Дальше есть еще вариант на десятом ладу Если у вас гитара вот с таким вырезом, то это удобно Если классическая гитара, то можно ограничиться как бы вот в этой позиции сыграть В этой либо в первой позиции Здесь играется все то же самое, что и на пятом ладу То есть я зажимаю на десятом ладу баре полностью, на двенадцатом ладу пятая и четвертая И перемещаю, то есть поднимаю мизин, ставлю второй палец средний на одиннадцатый лад Потом этот палец я поднимаю и обратно возвращаю на одиннадцатый лад И получается вот так Если же у вас, например, какой-то другой аккорд, который в баре, например, БМ или ЦМ То можно сыграть так Смотрите, давайте рассмотрим на примере аккорда ЦМ То есть вот Еще раз показываю То есть третий лад у нас баре Аккорд ЦМ, можете схему посмотреть в интернете, найти, как он зажимается Это вот первая фаза Дальше идет у нас, получается, проходящий тон Мы ставим, значит, на четвертом ладу зажимаем вторую и третью И на пятом ладу у нас зажимается мизинецем четвертая струна Потом мы отпускаем вот этот палец и обратно возвращаем И получается Так, ну вот так вот мы обыгрываем минорные аккорды Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии И до новых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok